До 1 сентября осталось меньше месяца. В Ненецком округе началась проверка готовности школ к новому учебному году. Комиссии предстоит принять 60 учреждений образования, культуры и спорта региона, в их числе и школу-поселка Индига, в которой, кстати, образовательный процесс весьма необычный. Подробности в следующем материале. Учатся в две смены, с урока на урок перебегают из здания в здание. Физкультура преимущественно на улице. Этакий экстремальный образовательный процесс. Впрочем, ко всему со временем можно привыкнуть. Вот и семиклассник Игорь Семакин привык. Юноша говорит, родную индигскую школу на городскую ни за что не променяет. В городе всякие трухопные газеты, машины ездят. Здесь все же уже. В таком режиме образовательный процесс в Индиге продолжается с 2012 года. Тогда ребята и учителя из-за аварийности старого здания были вынуждены перебраться в помещение интерната, бывшего стационара, администрации сельсовета и Дома культуры. С тех пор так и живут 19 педагогов и 94 ученика. В тесноте да не в обиде. Конечно, трудно. И с 8 утра первая смена, вторая смена заканчивает почти в 8 вечера. Но мы идем на это, надеясь на то, что все-таки скоро нас осчастливят новым зданием и мы туда пойдем будем работать в односменном режиме. Помимо односменного режима, возвратят и старшее школьное звено. Кстати, в 10 класс ребята пойдут уже 1 сентября этого года. А к августа 2016 по планам завершится строительство нового здания школы на 150 учебных мест. Сейчас активно ведется ее возведение. Субподрядные работы выполняет фирма из Архангельска. Контролирует их генподрядчик проекта «Ниинская нефтяная компания». По словам ее представителя, пока все работы выполняются в срок, несмотря на погодные условия и сложности с доставкой материалов. Основная проблема строительства таких вот объектов удаленных – это логистика. То есть те сроки, которые были обозначены в контрактах, они не рассчитаны были на проблему доставки, перегрузки, хранения материалов. То есть производство работ в зимний период, то есть он очень сокращается, потому что ветровые нагрузки сильные и низкие температуры. То есть практически производство работ на высоте, оно с пяти рабочих дней, порядка двух дней они приходится актировать. Просто нет возможности производить работу. По проекту новая школа будет включать в себя классы для обучения ребят, мастерские и столярные, медпункт, столовую с пищеблоком и большой спортивный зал, в котором также будет зал с тренажерами и душевые. Пока же ребята спортом занимаются в сельском ДК, а также на свежем воздухе. Там же проводят свободное время, занимаясь в кружках и секциях. В столовую заменяют местное кафе. Там, кстати, даже в летнее время организовано ежедневное питание для детей. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», поселок Индига, Нинецкий автономный округ.